Зашла я как-то в Варни, в одно из кафе, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И вот что получилось. Вот он там, в итальянец. А, это итальянец у вас работает? Надо будет днём к вам прийти, расскажете интересное. Приходите днём, увидите у нас интересное. Всё, всё. Всё полные витрины. Да, хорошо, зайду как-нибудь. Я просто у вас вот это покупала как-то. Но они были очень свежие, очень вкусные. Мне понравилось. Вот эти я имею в виду. Попробуйте, попробуйте. А, это что у нас? Попробуйте, это другое сейчас совсем. Это не сладкое, солёное? Нет, сладенькое. Сладенькое. Тоже интересно, да. Интересно, да. Давайте я вам туда в кулёчек. Куда в кулёчек? Кулёчек? Кулёчек я уже спрятала, вот. Молодец. Я просто здесь была и зашла. А у нас есть такое интересное. Мы пытаемся раскрутить Болгарию для русских туристов. Для того, чтобы здесь хорошо. Показываем, как здесь хорошо и проводим время. Итальянцы есть, значит, всё. Стой, подожди. А он здесь постоянно живёт, этот ваш Итальянец? Хорошо. А вас как зовут? Меня Анна зовут. Очень приятно. У меня Олика. Зайду к вам днём. Как моя мама. Да? Не забыли. Интересно. Я очень редко в Болгарии встречаю такое имя Олика. А, русская даже. А как она сюда попала? Моя мама уже 50 лет как здесь. Вот она же... Вышла замуж? Да, была жената за Болгарой. Вот я... И как этот брак? А потом я жила за Итальянец. А-а-а, как интересно! Вот сплошной интернационал, да? Интернационал. Так, хорошо. А мама как с болгарином прожила? Хорошо. Хорошо, да? Замечательно. Замечательно. Он тоже хорошо живёт так, чтобы... То есть он из Италии приехал и живёт именно здесь, в Болгарии. Именно здесь ему нравится, и всё хорошо, да. А можно его сюда поближе пригласить? Подойдите, пожалуйста, к нам. Мы пытаемся рассказать, как замечательно жить в Болгарии, что даже итальянцы сюда приезжают. Он знакомит себе в Болгарии. Болгария. Вам нравится здесь? А сколько лет он здесь живёт? Шесть. Валеруссия. Да, я русская, и я говорю, что я рассказываю русским, раскрываю ту Болгарию, которую они просто не знают. Это он там с Италией заодно беседует. Ясно. Ясно. Пойдёмте, я с вами, Доменико. Доменико. Доменико, очень приятно. Я Ольга. Ольга. Пойдёмте, сеньор. Скоро, сон. Да. То есть вам очень нравится жизнь в Варне. Тебе нравится жить в Варне? Да. Даним, так сказать, потому что это красивая город. И даже лучше, чем в Италии. А в Италии из какого города? Он из Сицилии. Из Сицилии. Только мы не жили в Сицилии. Мы жили в Северной Италии. А как вы с ним познакомились, Аня? Ну, я работала на заправке бензина. В Италии? Да. В Сицилии там? Нет, в Северной Италии. Мы познакомились в Северной Италии. Мы не жили в Сицилии. Он родом из Сицилии, а мы жили в Северной Италии. И там мы познакомились. Королева бензозаправки оказалась. Проходил всё время бензин ко мне слаживать. И я поняла, что, ну, что-то здесь он чересчур часто приходит. Вот так. Говорит, вы чем занимаетесь здесь в Болгарии? Я живу сейчас в Варне, приехала из Москвы. По образованию я историк, доктор исторических наук. Работала в университете, а сейчас живу в Болгарии. И я, ну, как, тревел-влогер. Да, я очень много путешествую по Болгарии. Я путешествую по многим странам. И мне очень интересно те государства, которые раньше входили в Советский Союз или в социалистическую систему. Как изменилась их жизнь? Да, и обо всём этом я рассказываю на своём Ютуб-канале, в Фейсбуке. Давайте поменяемся. Как мы с вами поменяемся? А, в смысле, да, обязательно, конечно. Вот, и я рассказываю всем людям, которые меня смотрят, из России, из Украины, Белоруссии, реальные вещи, которые я вижу. И которые абсолютно не показывают у нас в новостях. И сколько у вас последователей в Ютубе? Ну, на сегодняшний день где-то 3300 подписчиков. Ну, да, ну, канал такой молодой, развивающийся. А, ну, и, конечно, мне очень интересно вот именно эта реальная жизнь. Понимаете, когда люди не просто едут от туристической фирмы. Да, вот, потому что мы живём в такое время, когда очень много происходит таких передвижек, да, люди переезжают в другие страны. Да, у меня, например, на том же Ютубе очень много друзей, которые из России уехали жить в другие государства. И есть даже одна женщина, которая живёт в Сицилии, и она рассказывает о том, как проходит эта жизнь. И вообще просто в наше время как бы официальные средства массовой информации, они, по-моему, неинтересные, и мало кто верит. А вот эти вот… Такие информации массовой информации, которые говорят, они уже немного интересные. Вы согласны, да? Согласна, да. Вот. А вот эта вот реальная жизнь, вот я, например, рассказываю про фермеров Болгарии. И, знаете, это очень важно, потому что люди, когда уезжают, они вот именно не имеют реальную. Информацию. Информацию, да. Я тоже по себе. Потому что, когда я уехала в Италию, вот по этой информации, которую нам представляли, я ожидала это, что нам представляли. А потом столкнулась с совсем другой жизнью. Это для меня была большущая травма. Потому что я не нашла это, что я думала, что я искала. И так, в реальной жизни там совсем было другое. Да, несмотря на то, что нам пишут в интернете, да, рассказывают. Да, да, да. Ну и фотографии такие все с улыбками, все счастливы, да. А в общем, вообще не так. Ну хорошо, Аня, а как вы там на Сицилии все-таки? Раз вы вернулись в Болгарию, значит, вас здесь больше устраивает жизнь. Сейчас, да? Ну все меняется очень. Чтобы вы видели, я уже у меня кафе Италия. Кафе Итальянская? Спасибо. Вы меня угощаете. А, да, угощаете. Сахар? Да, сахар обязательно, задолжительный. А кофе Аф можно? Это. Аберлей. Да. Кофе Аф, сахар. То есть есть сахар белый. А мы вроде как себя успокаиваем, что коричневый, он больше полезен для здоровья. Сейчас попробую. Возьмите нашу карточку. Там в Facebook. Да, хорошо, я загляну к вам еще как-то. Здесь в Facebook. Выложим сейчас это на YouTube и расскажем потом, какой у вас здесь бизнес, да, и как вы себя поддерживаете. Итальянцев сейчас все время больше и больше и больше. В Болгарию приезжаете? В Варни специально, да. В Варни? Да. Вот, интересно. Интересно, вы тоже про это расскажете. А то у нас все бегут в Италию. А я им рассказываю из-за того, что еще древние римляне предпочитали Болгарию. Болгарию. Это правильно. Вкусный кофе. А какой сорт? Макка? Как? Муак. Муак. Ага. Понятно. Это тоже сицилия. Сейчас показываю. Сицилия. Такая чашечка. Маленькая чашечка. Ну, вкусный кофе. Да, именно там концентрат вкуса. Тоже сицилия. Маленькая. Знаете, что в длинном кофе больше кофейна. Угу. В смысле, которая долго называется? Долго. Да. В длинном кофе больше кофейна. В коротком кофе, потому что время выстраивать кофейн намного больше. Нет, вы знаете, не знала. Вы мне открыли прямо. Да, это, да. В маленьком кофе это меньше... Как его сейчас на итальянске идет. Вреднее вот это кофе длинное. Длинное вреднее? Да, потому что там оно никак... Думают все люди, что оно полегче. Удивительно. Наоборот. Да, я так и думала. Длинное кофе это... Там больше кофейна, потому что... Ну, это логически, если мы подумаем. Если мы подумаем, оно же больше секунд стоит, как кофейн выстраивает. А, я думала, что там просто воды больше. Нет, нет. Больше кофейновых. Сколько оно побольше? Удивительно. А я по своей русской логике, российской, говорю, дайте мне долго, чтобы... Это все так думают. Чтобы побольше воды было. Все так думают. Вот. Вы нам раскрыли. Очень важный секрет. Все так думают. Живи здраве. Живи здраве. Живи здраве. Замечательно. Ребята, очень рада, что я с вами познакомилась. Мы тоже очень рады. Выложим мы это. Посмотрим, как отреагируют наши зрители. И какие вопросы нам зададут. То, конечно, очень интересно и про вашу семью послушать интернациональную, про ваш бизнес, да, и про то, что вот вы решили все-таки здесь, в Болгарии, обосноваться. Все, спасибо. Слушайте, а так вы это мне сделали какое-то короткое? Пурили. Пошел травиться. Да, потому что в итальянских заведениях не курится внутри, да. Замечательно. Это очень хорошая вообще традиция. Вообще там нельзя курить, да? Вообще, да. Прекрасно. Нигде. Замечательно. В дискотеках тоже нигде не курится. Очень хорошо. А так вот это кофе короткое было? Да. Замечательно. Спасибо. Я теперь так и буду просить. Так и вкус чувствуется много времени во рту. И кофе остается. Остается вкус кофе. Они, у них традиция такая, перед кофе пить водички немного чистить. Да. Потому что, говорят, почистить все вкусы, и потом берут кофе. Это у них просто культура и традиция. А почему интересно? Потому что так почувствовать вкус. Вот так и знакомимся с культурой Италии в Болгарии. Вот такая замечательная у нас Болгария. Вот это да! Стоило прийти к итальянцу! У итальянцев любовь всегда. Да. Она дает любовь. Вот так. А это тоже сквозь. Это ваше, да. Аморе, да. Любовь. 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 А тут что? Опять любовь! Ну, вам итальянец. Это уже... Подождите, подождите, подождите. Это что? Это большая любовь, или же две любви? Ой. Вот аморе. Перфект. Как скажете, что эксперт? Такая... Такая... Какая-то... Грандиозная... Грандамор. Ой, как я хочу... Как мне надо... Ну, надеюсь, что благодаря вот такой встрече у меня точно появится в ближайшее время. Грандамор. Грандамор. Будем ждать. Субтитры сделал DimaTorzok